Владимир Ружицкий посетил с рабочим визитом технопарк-лидер в Малаховке. Во время пандемии научно-промышленные предприятия не останавливали свою деятельность. Продукция резидентов технопарка востребована в условиях борьбы с коронавирусом. Подробности далее. Томографы, какие мы поставляем, не поставляет в Россию никто. Период пандемии COVID-19. Компьютерный томограф – главный диагностический инструмент. Исследования проводятся быстро и практично. В экстренной ситуации это особенно важно. Оперативное создание новых машин во время вспышки коронавируса была задачей номер один для компаний «Медицинские технологии». По сравнению с прошлым годом, потребность в КТ возросла в два раза. Мы были отнесены к категории предприятий, которые должны были обеспечить беспрерывное функционирование. И это было связано как раз с ситуацией с ковидом. Поэтому с самого начала мы ни на один день не останавливали производство. Для того, чтобы успеть вовремя отгрузить вот так настолько востребованное оборудование, как с госпиталей, которые активно вводились. Со своей задачей компания справилась успешно. Сотрудники предприятия по сей день работают по новому графику два через два. Это необходимо для того, чтобы производство высокотехнологичного медицинского оборудования не останавливалось ни на день. По качеству выпускного оборудования им нету равных в России. Сегодня они выходят, в том числе, на международные рынки и пытаются, стремятся себя и там зарекомендовать. Нету равных и другому предприятию, расположенному на территории технопарка «Лидер». Компания «Ядролапс» занимается производством серверов, систем хранения данных, а также программного обеспечения и специализированных вычислительных комплексов. Работа проводится на основе собственных разработок. За последних несколько лет данным предприятием было уплачено налогом бюджет в Московской области не менее 500 миллионов рублей. Это значительный вклад в развитие и территории Люберецкого района, и Московской области. «Лидер» – это огромная площадка, где на каждом квадратном метре размещено инновационное производство. На сегодняшний день резидентами технопарка являются семь научно-промышленных предприятий. Луиза Егезарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.